Отчет о донорской акции «Капля крови» – первой на повестке дня молодежного парламента. Результаты радуют. 62 человека откликнулись на призыв молодежи стать донором. 26 сдавали кровь впервые. В октябре акцию хотят повторить. Большая часть доноров – это все-таки была молодежь. И еще хочу подчеркнуть, что отдел по делам молодежи пришел, можно сказать, почти в своем полном составе. Что такое капля крови, да, капля донорская кровь? Это спасение, по сути дела, жизни. Может быть, это громко звучит, но по факту это так. И то, что молодежь сама решила акцентировать внимание именно сюда, свои стремления направить, это дорогого стоит. Благодаря инициативе молодежного парламента в городе появились трамваи и герои мультфильмов в виде граффити. Два последних реализованных проекта – детский сад номер 13 «Улыбка» и остановка бани рядом с новоселками. Молодежь благодаря проекту имеет возможность заработать деньги. Единственное зарабатывает пушкинская команда граффитчиков, зарекомендовавшая себя наиболее качественно и ответственно. А где же наши? Или у нас тогда совсем граффитчиков в городе нет? Или они совсем у нас здесь что-либо? Совсем наш ролик? Нет. Елена Анатольевна, хотели бы они вытягиваться. В чем дело? Решено активизировать поезд граффитчиков в Вантеевке. Обращаться можно в отдел по делам молодежи. Граффити, как уличное искусство и капля крови, как проекты, идеально подходят для подачи на губернаторскую премию «Наше Подмосковье». Но от молодежного парламента ждут еще минимум четыре идеи. Пусть это будут мини-проекты, но уже вы можете о себе заявить. На повестке дня и проект по выработке общего регламента о благоустройстве Ивантеевки. Один из пунктов – сделать наш город городом пешеходов. А для этого необходимо, как, например, в Копенгагене или Женеве, располагать пешеходные переходы на одном уровне с тротуарами. В частности, на лежачих полицейских. Соответственно, идея в том, что если у нас есть пешеходный переход, то мы его оставляем на уровне тротуара, и машины уже, получается, должны через вот этот полицейский переезжать. 14 сентября. Выборы главы города и Совета депутатов. Молодежный парламент готовит официальное обращение к молодым избирателям. Мы принимаем важное решение, от которого во многом зависит наше будущее, будущее наших родителей и близких нам людей. Текст решено доработать, упростив и добавив изюминок. Обращение будет распространяться в соцсетях. В том числе предложили создать и видео-вариант. Очередная идея – облагородить сквер по фабричному проезду рядом с фабрикой Дзержинского и обелиском последний бросок. Предварительная цена вопроса – миллион рублей. Организацию работ молодежный парламент берет на себя. То есть общими усилиями соберем с предпринимателей денег и реализуем этот проект. Сложностей в нем нет. Также летом в городе может появиться и знак, с которым все фотографируются. Он разработан в студии Артемия Лебедева. Дело за малым, чтобы знак утвердила городская администрация. Анна Пыльцина, Сергей Денисов, Анна Белова. Новости города. Мне, например…